Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня такая особенность, я не могу подолгу работать в одном месте. К 30 годам я так и не нашла себя, ничего не нравится, кажется, что жизнь уже закончена, у машин спросом не пользовалась, но вопрос про работу. Мне все-таки нужны деньги на жизнь, я периодически устраивался на постоянную работу. Хотя мне больше нравятся подработки, где тебе не надо сидеть по 8 часов и работать под строгим начальством. Сейчас, например, я хочу устроиться подработать, чтобы отдать долг родственнику и, возможно, уехать в другой город. Но для меня страшно и унизительно ходить на собеседование, я не хочу и не могу продавать себя. Вам нужно делать именно это. Сегодня я была в банке на собеседовании, и начальник стал говорить, а зачем вы нам нужны. Мы-то вам нужны, это понятно, но вы нам зачем, я не знал, что на это ответить. Так же он начал спрашивать, что мне может помешать на работе, и почему в 30 лет я так и не пришла к стабильности. Но все мои ответы он еще и давал комментарии, и не соглашался. Естественно, он, как и все, меня не возьмет, хотя должность-то принес и подай, встречать гостей. И так постоянно на собеседованиях не берут, так еще и обидно все это выслушивать и ощущать себя никем. Любят спрашивать, кем я себя когда-то там вижу. Что делать, если меня пугают и обижаются в собеседовании? Как проходить их, чтобы брали? Я не хочу сидеть на одной работе, потому что мне все это неинтересно. Зарплаты копейки, а хочется жить на полную. Все-таки стоит ли с этим бороться и стабильно работать в одном месте, или все-таки жить по золу сердца и перебиваться свободными заработками? Такой вот у нас вопрос. Ну, я думаю, что в какой-то степени ваш последний, по крайней мере, вопрос, он задан из детской позиции, вот, чтобы мы за вас приняли решение. Думаю, что никто за вас решение принять не сможет. Это решение только ваше. Другое дело сделать так, чтобы это решение было принято действительно вами, действительно по золу сердца, а не из, например, избегания, а не из, например, попытки не сталкиваться, там, допустим, с чем-то в себе, что вам, ну, к примеру, да, неприятно. То есть это все-таки, на мой взгляд, не одно и то же. Для начала я бы хотел развести вопрос выбора, вопрос выбора, как вам жить, и того, что вас обижают, как вы говорите, собеседованием. Это разные вещи. И воспринимать их, на мой взгляд, нужно тоже, как разные вещи, а не как что-то зависимое друг от друга. Если мы говорим про второе, про то, что вас обижают собеседованием, то здесь можно и нужно в целом поработать с вашей самооценкой, с уверенностью в себе, с вашими собственными обесценивающими тенденциями, которых у вас в изобилии, к сожалению. Ну, нравится вам это или нет, но это так. Да, то есть вы себя достаточно сильно обесцениваете. Это совершенно очевидно, на мой взгляд, и, ну, по крайней мере, для меня это совершенно очевидно, что вы себя обесцениваете, и, соответственно, отсюда история про то, что вам так, ну, неприятно, что ли. А себя продавать. То есть, на самом деле, для человека, который чувствует свою ценность, который знает себе цену, продавать себя, ну, не является чем-то таким вот оскорбительным, потому что это рынок труда, и это нормально, что, там, грубо говоря, на ваше место претендует, а, ну, претендует кто-то еще, и это нормально, что помимо вас есть еще кандидаты, и это нормально, что начальники или менеджеры хотят выбрать кандидата получше, то есть тут в этом смысле, на мой взгляд, ничего такого оскорбительного-то нет. Я думаю, что в глубине души вы сами это прекрасно понимаете. Но ориентироваться на это, делать акцент на этом вам трудно, потому что у вас есть вот эта вот история с заниженной самооценкой. История о том, что вы ничего не добились, что вам ничего не интересно, что вы никто и так далее. То есть, по сути, вам больно или обидно именно тогда и именно в тот момент, как мне кажется, когда вас сталкивают с тем, что вы сами про себя думаете, вас сталкивают с тем, что вы сами, ну, как бы, о себе считаете, как вы сами считаете, вот, вас сталкиваются, к сожалению, к моему большому сожалению. И именно это причиняет вам боль. А не то, что вы себя продаете, не то, что вас гипотетически, да, как-то используют и так далее. Что-то, на мой взгляд, ситуация именно такая. Это же причина, на мой взгляд, и того, что вам ничего не интересно. потому, что вы боитесь, на мой взгляд, чем-то заниматься, вы боитесь, на мой взгляд, что-то делать, такой вот, на постоянной основе, потому, что вы боитесь столкнуться с тем, что вы будете там неуспешно. а значит, еще больше будете, ну, вероятно, скорее всего, себя обесценивать. Еще больше, еще сильнее, чем вы это делаете сейчас. Вот. Поэтому, поэтому, вам необходимо обрести внутреннюю опору. И, на мой взгляд, делать это лучше всего с психологом, на мой взгляд, делать это лучше всего с помощью, с помощью психотерапевта, на мой взгляд, заниматься этим лучше всего со специалистами, потому, что обесценивающие тенденции нужно найти. Вот. Обесценивающие тенденции нужно заметить, и обесценивающие тенденции нужно немножко подкорректировать, потому, что в них-то, собственно, как таковых, плохого ничего нет. то есть, они не зло. Проблема в том, что у вас они доминируют. И, как бы, помимо них, да, ничего как-то вот особо больше и нет. И вот это, наверное, является здесь самым неприятным для вас. Вот. И что такое обида? Ну, обида, во-первых, это ожидание. То есть, у вас есть определенное ожидание. То есть, обида, это игнорирование обстоятельств реального мира. Чем меньше, чем больше мы реальный мир игнорируем, тем сильнее у нас возникает обида. обида также возникает там, где нужно себя проявить. То есть, условно говоря, обида идет в какой-то степени вместе с чувством стыда, вместе с неловкостью и вместе с другими рэкетными чувствами. Вот. Они у всех разные, поэтому сейчас я на этом внимание так сильно заострять не буду. Вот. Достаточно просто вот того, что ну, достаточно того, что я сейчас сказал. вот. Также, то, что вы себя не нашли, играет очень большую роль. То есть, дело не в том, чтобы вы обязательно имели какую-то работу, да, дело не в том, чтобы вы обязательно занимались какой-то работой, да, как вы говорите вот, значит, ну, чтобы вы там сидели по 8 часов и так далее. А об этом речь, пожалуй, никто не ведет. Речь идет немножко о другом. Речь идет о том, чтобы вы чувствовали себя на своем месте. Речь идет об этом. А чтобы чувствовать себя на своем месте, нужно быть к себе внимательно, внимательно. Нужно замечать себя, нужно замечать в себе то, что есть. А вы в себе этого не замечаете. Вот. Ну, вы либо не привыкли, не привыкли, да, замечать в себе, либо еще какие-то нюансы, детали имеют место быть. Вот. То есть, собеседования задевают вас тем, что вам нужно продемонстрировать по сути свою ценность. вам нужно продемонстрировать свою ценность. Вы этого сделать не можете. Ну, потому что вы ее, имеется в виду свою ценность, да, вы ее не чувствуете, вы ее не ощущаете, вы ее не замечаете. Ну, вот. И от этого вам обидно, потому что вам кажется, что на собеседованиях выставляется на показ ваша несостоятельность. Вы сталкиваетесь с этой несостоятельностью, своей несостоятельностью. И вам от этого больно. И я прекрасно вас понимаю. Так вот, задача в том, чтобы, во-первых, боль от вашей несостоятельности, боль от вашей несостоятельности, которая у вас есть, так или иначе, всегда есть. Просто на собеседованиях вы с ней сталкиваетесь. Чтобы эту боль прожить, чтобы заметить за этой болью что-то еще, чтобы увидеть свои приоритеты, что вам важно, чтобы заметить то, чего вы хотите, увидеть это, что вам важно. Вот. Потому что вполне возможно, что вы убегаете в подработку от ответственности. То есть подработка для вас вполне возможно более привлекательна именно потому, что в ней не нужно нести ответственность. Понимаете, какая штука. естественно, на данный момент это всего лишь мое предположение. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Вот. Может быть все не так на все, но тем не менее. То есть это вопрос на ответ ваш. И вопрос обесценивающих тенденций. Вопрос требований к себе. Вот. Та агрессия, которую я чувствую от вашего текста исходящего, это агрессия протеста против этих самых требований. Но пока что это партизанская война с ними. Это нелегальная что-то. А ваша ваша задача заключается в том, чтобы сделать это легальным. Ваша задача заключается в том, чтобы позволить себе легально не требовать от себя того, например, чего вы не хотите. Что вам не нравится. Чего вы не желаете. Понимаете, какая штука. штука. А здесь мы подходим к моменту ваших ценностей. Мне показалось, что ценности у вас достаточно материальны. То есть вы говорите, что я не пользуюсь спросом у мужчин. Спросом пользуется товар. Вы не товар. Поэтому относиться к себе в данном случае как к товару, на мой взгляд, оскорбительно. Оскорбительно, на мой взгляд, это по отношению к вам. Вы не заслуживаете того, чтобы воспринимать себя, видеть себя, как товар. Вы не товар. Вы человек, личность. Но есть у меня такое чувство, такое ощущение, что вы себя сами, вы себя сами так не ощущаете. Вы себя сами так не видите. И точно вы делаете это боретесь вот с этой как раз историей. Вы боретесь с тем, что вы не товар. Вы боретесь с этим, но на мой взгляд, на мой взгляд, получается, что вы проигрываете, то есть у вас не получается доказать, у вас не получается показать, что вы не товар. Вот. из-за опять же очень высоких требований к себе. И вы уходите в как раз таки материально, материалистичность. вы уходите как раз таки в обесценивание. Обесценивание себя. На мой взгляд, довольно-таки тотально. В довольно-таки тотально обесценивание себя вы уходите. Я очень рад был бы ошибиться, но мне так видеться. Понимаете, да? Какая здесь история. И вам нужно вероятно это признать, вам нужно признать, что вы хотите, чтобы вас ценили, хотите, чтобы вас как-то вот уважали, хотите, чтобы вас, ну, чтобы вам относились к вам по достоинству. Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормальное желание. Но сами вы, сами, вы сами не чувствуете себя так. И отсюда все ваши трудности. В том числе и собеседование, в том числе и работа. Потому что любая работа это угроза для вас. Угроза того, что могут увидеть, какая вы в кавычках никчемная. я специально сделал акцент на том, что это в кавычках, потому что я так не считаю, я не считаю, что вы никчемная, но я говорю здесь больше исключительно о том, как, по моему мнению, вы себя видите. Вот. опять же повторюсь, могу ошибаться, могу быть неправ, никаких претензий на правоту у меня нет. Вот. То есть, если вы со мной не согласны, да, то высказывайте свою обратную связь, ваше мнение, вашу позицию, вот, ее можно без проблем обсудить на консультации. Дальше. Дальше. Что касается того, как вам жить, да, то есть, бороться с собой или работать на подработках, то, как я уже сказал, вы можете это решить самостоятельно. Для этого вам нужно научиться себя слушать. Для этого вам нужно научиться безусловно себя принимать. Сейчас ничего такого нет, сейчас вы себя безусловно не принимаете. И тогда из этого состояния, из состояния безусловного принятия себя, вы уже могли бы сделать выбор, как вы хотите, к чему действительно у вас лежит душа, что действительно вам ближе. Потому что и в подработках ничего плохого нет, и в стандартной работе ничего плохого нет. Ни в чем нет плохого нигде, если этот выбор, если этот выбор делается вами искренне. То есть если вы делаете этот выбор сами, а не условно говоря под давлением допустим, под давлением чего-то извне, например. понимаете, да? Поэтому с решением относительно этого, тем более, тем более, что вы здесь как-то еще говорите об этом в таком ключе, как будто это решение прям раз и навсегда, да, такое решение, как бы, ну, как будто бы, такое решение, знаете, судьбоносно. То есть вот сейчас я решу и все. И вот я решила и так будет теперь всегда. Нет. То есть вы можете решить что-то на данный момент времени. То есть вот на данный момент мне вот кажется, что лучше будет для меня так. Потом, может быть, потом, может быть, что-то изменится и я заканчиваю по-другому. Но пока, пока так. И это нормально. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, и последнее, на чем я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что, честно говоря, я не удивлен тому, что вы не нашли ничего для себя, потому что, по-видимому, вы требуете от себя успеха, по-видимому, вы требуете от себя успеха быстрого. Вот. И, по-видимому, вы абсолютно не прислушиваетесь к себе в контексте, в плане того, чем вообще вам хотелось бы заниматься. Что вообще вам интересно, что вообще вам нравится и что вообще вас как-то привлекает, да, и что вам ближе. Где вы себя условно чувствуете вот расширяющейся. То есть, где вы себя чувствуете на подъеме. Это может быть где угодно. Это не обязательно должно быть что-то конкретное. Понимаете? Совершенно. Но вы к себе подходите именно так. Вы к себе подходите из требований. К моему большому сожалению. А ваша задача заключается в том, чтобы потихонечку вот именно что именно что именно что потихонечку обходить, обтребовать. Понимаете? Именно что потихонечку смотреть, что еще есть помимо требований. Я имею ввиду помимо требований к себе. Вот таких требований, как у вас. Достаточно серьезных, достаточно больших, амбициозных, но на мой взгляд совершенно игнорирующих ваши возможности и ваши способности. Знаете, вы хотите чего-то достичь. Вы сейчас ведете себя как человек, который разочаровался в том, чтобы чего-то достичь. вы так сейчас себя ведете. Но главное не достичь, а главное смотреть, где мне хорошо. Понимаете? Как мне хорошо. И если вы к этому придете с помощью психотерапии, то и мужчины у вас появятся. И это будет не спрос. как сейчас вы говорите. Презрительно. Пренебрежительно. Это будет не спрос. Это будет настоящая симпатия. Вот я еще хочу обратить ваше внимание на то, что вроде бы вы говорите не пользуясь спросом у мужчин. Да? Ну простите, а вы сами кому проявляете симпатию? вы сами кому нибудь симпатию проявили? Вы сами? Нет. Скорее всего нет. Я конечно не знаю, но обычно люди находящиеся в такой парадигме как вы сами инициативу не проявляют. Или проявляют ее достаточно редко. А когда проявляют, то воспринимают это чаще как одолжение. и если не получают обратной связи, то обижаются и перестают вообще что-то делать. Вот. Понимаете, да? Такая вот история. Поэтому я думаю, что аноним вам нужно заняться собой. Вот. пока вы чувствуете, что подработка это важно, занимайтесь подработкой, если вы чувствуете, что вам это ближе. Вот. Займитесь собой. Поисследуйте себя, лучше себя узнаете и примите решение по поводу того, как вам ну как бы дальше жить. Либо вы можете наоборот как раз таки устроиться на стандартную работу, признать, что ваша жизнь условно говоря поставлена на паузу. Вот. Поисследовать себя и после опять таки решить, что вы хотите делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. отец. Продолжение следует... Продолжение следует...